Всех приветствую, продолжаем знакомиться с творчеством художников, смотреть картины художников и знакомиться с их автобиографией. Виктор Алексеевич Бобров, русский акварелист и академик живописи. Родился в Петергофском уезде Санкт-Петербургской губернии в деревне Готобужи в 1842 году. В 1860 поступил в Академию художеств, где получил 5 серебряных медалей. В 1867 оставил Академию со званием классного художника третьей степени. В следующем году за выставленные работы был признан классным художником первой степени, а в 1873 году академиком. Я цитирую небольшие данные из Википедии. На академических выставках его произведения начали появляться с 1862 года. Первые его труды, перспективные виды комнат с фигурами и целыми сценами. Потом он посвятил себя исключительно портретной живописи. В 1875 году стал заниматься гравированием крепкой водкой афорты и в этом деле достиг значительных успехов. Его афорты, которых насчитывается до 100, ценятся любителями весьма высоко. Некоторые из этих афортов довольно больших размеров. За успехи в этой отрасли Виктор Алексеевич Бобров получил от Академии художеств две поощрительные медали. Ценились его женские головки во французском современном жанре. Из портретов его работы следует упомянуть портреты Реткина, Савича, Валуева, Киселева, Достоевского, Верещагина, Юрдана, Александра II и Петра I. Ну и так далее. Как портретист отличается правильным рисунком и светлым колоритом. Особенную мягкостью тонов и линий отличаются его гравированные крепкой водкой портреты. Был прекрасным акварелистом. Умер 21 июля 1918 года. Ну вот так вкратце о русском акварелисте и академике живописи Викторе Алексеевиче Боброве. Пока-пока, до свидания, смотрим работу.